Иаков является, пожалуй, одним из самых знакомых нам лиц на страницах книги Бытие. Жизнь описания его начинается с 25 главы и кончается последним стихом 49 главы. Таким образом, прямо или косвенно, ни о ком так много не говорится в первой книге Библии, как об Иакове. Поэтому, если Духу Святому угодно было уделить столько места его истории, то, думаю, что мы не ошибемся, если уделим некоторое время на ознакомление с историей этого человека. Сегодня, однако, мы ограничимся одним только аспектом его жизни, а именно его верой. Мы обнаружим, что если взять только эту одну сторону его жизни, то есть его веру, то тема эта окажется немалой. Дело в том, что историю его жизни возможно понять только во свете его веры. Он был человеком веры. Нет ни одного случая в жизни Якова, в котором не проявлялась бы его вера. Если вы знакомы с его историей, то вам это может показаться странным. Но, тем не менее, мы обнаружим, что, в отличие от своего брата Исава, Иаков был мужем веры. И это мы видим из первого же предложения, сказанного о нем в 27 стихе 25 главы книги Бытия. Тут мы читаем. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах». Эти два брата, близнецы Яков и Исав, говорят нам о двух категориях людей – о возрожденных и невозрожденных, то есть о спасенных и неспасенных. Исав, человек искусный в звероловстве и человек полей, говорит нам прообразно о человеке, не знающем Бога, о человеке мира сего. Иаков же, человек кроткий и живущий в шатрах, говорит нам о человеке вере, о детяти Божьем. Мы уже говорили об Исаве и видели в нем яркий пример человека, не знающего Бога, то есть невозрожденного человека, человека полей, мирского человека, искусного в звероловстве. Он был от земли, занятый земными делами, всегда в погоне за тем, чтобы угодить желание плоти. И Яков же был человеком кротким и живущим в шатрах. Тут прообразно мы видим два аспекта жизни христианина – его стояние и его хождение. Слово «кротким» можно перевести и словом «совершенный». Оно говорит о нашем стоянии перед Богом. Тот, который принял верой, дар голговской жертвы, он стоит полностью оправданным перед Богом, но не своей праведностью, а праведностью того, который умер на его месте, праведностью Иисуса Христа. Второй факт, касающийся христианина, заключается в том, что он является человеком веры. Об Якове сказано, что он был не только человеком кротким, но и живущим в шатрах. То, что он жил в шатрах, говорит нам прообразно о жизни веры. Авраам, его дед, является хорошим примером. Когда он начал свое хождение с Богом, то он оставил урхалдейский, и автор посланник евреям говорит, «Верой обитал он на земле обитованный, как на чужой, и жил в шатрах». Он не имел постоянного места. Он был странником и пришельцем здесь на земле. Он не был прикован к одному участку земли. Он жил в шатрах, и поэтому мог в любой момент двинуться, куда Господь ему укажет. У человека веры всегда это чувство, что здесь он чужой. Он здесь только временно, он странник и пришелец, ибо, как Авраам, он ожидает города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Жизнь в шатрах говорит нам о готовности следовать за Христом, куда бы он нас ни повел. Это не значит, что мы должны буквально жить в палатках, чтобы быть людьми веры, нет. Но это говорит нам, чтобы мы не были ни к чему привязаны, что препятствовало бы нашему хождению с Господом. Помните, когда некто пришел к Иисусу и сказал, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Как ответил ему Христос? Слушайте, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Иными словами, Христос ему говорит, «Если хочешь идти путем веры, то Ты не можешь быть ни к чему привязан». Другому Христос сказал, «Следуй за Мною». И как ответил тот, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца». Но Иисус сказал ему, «Представ мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьем». Жизнь веры Авраама началась, когда Бог славы явился ему и сказал, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую Я укажу Тебе». Вы заметили, что Бог ему не сказал «иди», а Он сказал «пойди». В этих словах большая разница. Одно повелевает идти, а другое зовет следовать. В 11 главе посланник евреям сказано, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Господь был уже там и звал его следовать за ним. Когда Господь велит нам следовать за ним, то он не обязательно скажет, куда он нас поведет. Чаще всего этого он нам не скажет. Но мы можем доверить себя тому, который знает путь, ибо он обещал идти перед нами. Мы призваны следовать за ним, а не идти по какому-то готовому маршруту. Помните, что Христос сказал, говоря о себе? «Он, то есть пастыр добрый, зовет своих овец по имени и выводит их». Но слушайте, что он дальше говорит. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Видите, мы сами дорогу не знаем, но он знает, и поэтому наше дело следовать за ним. Итак, Авраам оставил землю, где он жил и родился, и оставил родство свое и начал жить в шатрах. Он услышал голос зовущего и последовал за ним, не зная, куда идет. Но впереди был Бог, и Авраам имел слово от Господа. «Пойди, я укажу тебе». Заметьте, что Слово Божие говорит нам, что и Яков был человеком веры. О нем говорится в 11 главе послания к евреям. Тут он упоминается вместе с другими героями веры. «Верою и Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Замечательно то, что пример веры и Якова взят автором этого послания из последнего момента жизни патриарха. Все остальное в его жизни упущено, и мы видим его в конце, умирающем, в самый слабый и беспомощный момент его жизни. Однако, читая истории Якова, мы видим его веру в течение всей его пестрой жизни. Но насколько она была несовершенной? И все же, несмотря на это несовершенство, нет такого случая в жизни Якова, в котором не проявлялась бы его вера. Он верил в Бога, но в то же время он всегда находил нужным своей ловкостью помогать Богу. Он не мог всецело доверить свое дело Богу, но хитростью и даже коварством пытался приобрести то, что Бог ему обещал. В его вере мы видим постоянный конфликт, два течения. Да, вера желает получить первородство, а страх приобретает его коварством. Как низко и подло он поступает со своим братом. Брат приходит домой голодным, уставшим, а Яков в это время как раз варит пищу. Вместо того, чтобы дать брату поесть, он воспользовался случаем и потребовал от него продать ему первородство за еду. Правда, Исаф пренебрег своим первородством, он продал его за одну снедь, но поступок Якова этим не оправдывается. Первородство принадлежало Якову, так или иначе, по обетованию, данному ему Богом. Но страх, что Исаф его получит, побудил его к этому коварному поступку. Ведь Господь ясно сказал, больше будет служить меньшему. И для веры это было бы достаточно, чтобы Бог свое слово исполнить. Однако вместо того, чтобы покорно предоставить свое дело Богу, Яков берет дело в свои руки. Но сказав это, мы в то же время должны указать на то, что в этом желании иметь первородство проявляется его вера. Первородство, как мы знаем, имело духовное, божественное значение. Оно было звеном в родословии грядушего Мессии. Иметь первородство значило иметь определенное место в божественном плане, быть наследником обетования, завета данного Аврааму, быть в союзе с Богом и его чудном плане искупления. Исаф пренебрег этим первородством, будучи человеком мира, и его он не оценил. Яков же, будучи чадом Божьим и поэтому человеком веры, это благословение именно и желал, но пытался его добиться плотским методом. То, что Яков был человеком веры и что он желал получить благословение Божие, ничуть, однако, не оправдывало его поступка, которому он прибегнул, чтобы получить это благословение. Посмотрите, как дорого он должен был заплатить за свою хитрость, за обман, ложь и коварство. Помните, как после получения обманом благословения от отца Яков должен был бежать из родительского дома. Он думал, что через короткое время ярость его обиженного брата остынет, и он скоро вернется домой. Но вышло не так. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. И Яков попадает в руки Лавана, в доме которого ему суждено было прожить двадцать лет. Лаван оказался самым низким и подлым человеком, и Яков сколько раз был им обманутым. Сколько раз Лаван его подвел, и горькими были для Якова годы, проведенные у него. Но Бог сказал ему, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. И действительно, Бог его не оставил. Он был с ним все время и в этом дисциплинарном лагере Лавана. Такова дисциплина Божия по отношению тех, которых он избрал и которых он любит. И Яков уже в преклонных годах, в ста тридцатилетнем возрасте, встречается с фараоном и говорит ему, «Малый и несчастный были дни жизни моей». Такое печальное свидетельство было у этого чада Божьего. Сколько зла пережил он. Его же сыновья его обманули. Он лишается своего любимого сына Иосифа. И много другого суждено было ему пережить и трудности, и скорби, и лишения. Это одна сторона жизни Якова. Да, она печальная. Но это говорит нам, что Господь, кого любит, того наказывает. Он делает то, что обещал. Я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе. И слово свое Господь сдержал. Слушайте, что Яков говорит уже совсем к концу своей жизни, благословляя сыновей Иосифа. «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Вот именно этот случай, когда Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего, автор-посланник евреям приводит как высший пример веры Якова. Что делает он? Он поклоняется и он благословляет. Тут мы видим совсем другого человека, чем того Якова, который хитростью пытается приобрести себе благословение. Теперь Господь полностью владеет им. Он спокоен. Правда, он слаб. Он умирает, но он поклоняется Богу, и он благословляет. Руки, которые всегда были так ловки, теперь они под полным контролем и водительством Божьим, и они благословляют. Вот здесь та светлая сторона жизни Якова, Бог, приводит его к месту благословения. Он не только благословляет, но он прославляет Бога. Он признает его верность и свидетельствует о том, что Бог не оставил его, но пас его всю жизнь и избавлял его от всякого зла. Бог его питал, восполнял всякую нужду его и сохранил от разрушения. Что, если Бог оставил бы Якова на произвол судьбы? Что, если бы Он сказал Якову, хорошо, если ты думаешь, что ты лучше знаешь, чем я, тогда справляйся, как хочешь. Ты такой ловкий и умный, так иди своим путем. Но нет, Бог сказал, я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе. И Бог свое обещание сдержал. И теперь Яков свидетельствует о верности Божией. Бог пас меня с тех пор, как я существую по сего дня. Он избавил меня от всякого зла. Это говорит вера. Раньше Он говорил, малые и несчастные дни жизни моей, а теперь Бог избавил меня от всякого зла. Что фактически говорит Он? Он признает, что все в Его жизни содействовало к Его благу. Хотя физически зрение Его притупилось. Не мог Он уже видеть ясно, но зато духовное Его зрение никогда не было таким ярким и хорошим, как сейчас. Когда, обидев и обманув своего брата, Яков бежал из своего дома, то первую ночь Он провел один в пустыне. Но там Бог его встретил и явился ему во сне и дал ему чудное обетование, что он будет с ним, и сохранит его, и возвратит его. И Яков проснулся. И что же Он говорит? Истинно Господь присутствует на месте сём, а Я не знал. Тогда Он не знал, а теперь Ему все стало ясно. Видя невидимого, Он прославил его и благословил сыновей Иосифа. Тут вера его достигла совершенства, и он прославил Бога. Какое утешение дает нам история Якова? Она говорит нам о долготерпении Божьем, о том, что Бог вознаграждает веру, как бы она не была слаба и мала и несовершенна. Вера Якова была далеко от совершенной, и в нём происходила постоянная борьба между верой и неверием. Помните, как отец бесноватого мальчика пришёл за помощью к Христу? То как обратился он к Спасителю? «Верою, Господи, помоги моему неверию!» Он обнаружил в себе и веру, и неверие. Два противоположных течения. Услышав это, Господь сразу исполнил желание отца и изгнал беса из мальчика его. Дорогие мои, вера, как бы она не была мала, как бы она не была слаба и несовершенна, она всегда обратит на себя внимание Господа. Бог её почтит и вознаградит, и Он не может иначе, как не воздать ищущим Его. Если ты, мой друг, ещё не познал, как благ Господь, ты ещё не спасён, грехи твои не прощены, тогда приди к Богу таковым, как ты есть, и скажи Ему, что ты грешник и что ты желаешь стать Его чадом. Приди к Нему с простой детской верой, и ты можешь быть уверен, что приходящего к Нему Он не изгонит вон, но примет, простит и очистит все твои грехи. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасён будешь. Субтитры создавал DimaTorzok